Внушительная сумма – почти 1 млрд рублей – выделена Департаменту строительства и ЖКХ Нинецкого округа. Средства будут направлены на строительство жилья, в том числе по программе переселения из Ветхого и Аварийного жилфонда. Выделенные средства позволят уже в конце текущего года ввести в эксплуатацию 7 секций из 10 в доме на авиаторов. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поставил перед регионами задачу – в год на одного жителя должен вводиться 1 квадратный метр жилья. Таким образом, если в округе проживает 43 тысячи человек, то и вводиться должны 43 тысячи квадратных метров. По словам руководителя Департамента строительства и ЖКХ Алексея Еремеева, на данный момент округ эти показатели не выполняет. Так, в прошлом году было введено 26 тысяч квадратных метров жилья. И столько же в предыдущий год. В планах Департамента выйти на новые показатели. Амбициозные планы мы для себя строим. Показательный дом, который мы заложили по улице авиаторов, первоначально планы были о вводе объекта в эксплуатацию, 4 подъезда. После добавления финансирования уже есть принципиальная позиция с заводом-изготовителем, кто будет изготовлять конструкцию. Они готовы уже выдать железобетон на 7 подъездов. Изготовлением конструкции займется местный завод Заполярье. А сейчас уже планируется в этом году запустить 7 секций. Это уже с отделкой, с утеплением полностью подключено. 7 секций планируется ввести. Ну, завод готов изготовить. На данный момент уже по 3 секциям, ну могу сказать точно, что первых там 2 этажа по 3 секциям уже точно у меня пожезобетон готовы. Вот, сейчас их соберут-то быстрее, чем я изготовлю, поэтому мне надо было сделать задел вперед, и я немного вперед начал формовать. Вот, плиты перекрытия, колонны, ригеля, балки, все готово, лестничные марши, все это уже лежит на складе. Мы уже даже начали монтаж, уже потихоньку возят на стройку, уже колонны завезли, подколонники монтируют, уже пошел. Сваи-то уже давно забили, которые изготовили. Сваи изготовлены уже на 7 секций лежат. Сегодня в регионе квартиры покупаются в готовом виде по фиксированной цене за квадратный метр. Принципиальный подход изменился. Это долевое участие в строительстве. Мы приобретаем готовое жилье и заключаем контракты по этапному строительству. Именно тем самым мы с себя снимаем нагрузку по введению строительного контроля, по введению авторского надзора, по разработке проектной документации. Мы получаем уже жилой дом, который проект был разработан силами подрядчика, прошел государственную экспертизу. И нас меньше всего беспокоит себестоимость самого проекта. У нас есть утвержденная фиксированная цена квадратного метра. У нас есть утвержденная фиксированная цена квадратная цена квадратного метра.